1 декабря в нашем регионе стартовала декада инвалидов. Ежегодно в ее рамках проходит масса мероприятий, направленных на привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, в том числе и трудоустройства инвалидов. Работу такие граждане находят в себе самую разную. Специалисты службы занятости отмечают, что работники с инвалидностью своим трудолюбием зачастую могут дать фору здоровым коллегам. Об активности этой категории говорят и цифры. С начала этого года нашли работу около 300 человек. По программе поддержки занятости труда трудоустроили более 60. В этой программе с начала года заявили о своем участии 43 предприятия и организации города Ульяновска. Это и промышленные предприятия, и индивидуальные предприниматели. Инна Кузьмина проработала на прибороремонтном заводе почти всю жизнь. Но здоровье дало о себе знать. Год после операции женщина пролежала, а потом получила инвалидность. Думала, что о любимой работе можно забыть. Но на предприятии ценного сотрудника не только приняли, но и обеспечили соответствующие условия труда. Я на легком труде сюда работаю. Легкий труд вот у меня. Сидячая работа. Устраиваешь вас? Да, устраиваюсь. Потому что я на этой работе, как говорится, давно уже работаю. Кроме Инны Николаевны на прибороремонтном заводе трудятся и другие люди с ограниченными возможностями. Это предприятие сотрудничает с городским центром занятости уже четвертый год. Здесь при трудоустройстве инвалидов учитывают все рекомендации и создают доступные условия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Мы организовали семь рабочих мест. В настоящее время трудится четыре человека инвалидов на производстве. Мы организовали рабочие места и на дому. На домнике у нас работали. В руках декады инвалидов многие смогут подобрать себе работу. 5 декабря в фойе Ленинского мемориала пройдет ярмарка вакансий. Здесь для людей с инвалидностью есть отличная возможность подобрать подходящую вакансию, встретиться с работодателями и получить консультации специалистов. Анна Панова, Мария Пугачева, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.